Жители Самары День славянской письменности и культуры отметили в Театре оперы и балета. Здесь подготовили насыщенную концертную программу. Она началась с увертюры из оперы «Бородина, князь Игорь» и гимна Кирилла Мефодию, главача из Брозенгейма в исполнении симфонического оркестра и хора-театра Шостакович-опера-балет. Кульминацией концерта стала кантата Александр Невский «Ледовое побоище». Здесь соединились сразу несколько видов искусства. В основе – музыка Сергея Прокофьева из одноименного фильма «Сергея Эйзенштейна», снятого в 1938 году. На сцене звучали фрагменты из поэмы Константина Симонова «Ледовое побоище». А на экране при этом сменяли друг друга картины с изображением русского полководца и близких по теме исторических сюжетов. Музыка, знакомая каждому с детства, текст, наполненный яркими образами и событиями, и тематический видеоряд из произведений живописи погрузили зрителей в героический мир XIII века. Он был попом военной складки, сели в пушку и не проходил, и новгородские порядки до самой вятки наводил. Три дня терпел унижения, поклоны бил, дары носил. Для нас это встреча с нашей молодостью, потому что мы смотрели всегда фильм Александр Невский, мы всегда любили эту музыку, мы это изучали и в школе. А сегодняшнему поколению надо возвращать любовь к истории, знание истории, потому что они очень много чего не знают. И сейчас они приобщаются не к своей поп-культуре, они приобщаются к классической музыке, к великому Прокофьеву, и это будет для них развитие большое эстетическое, художественное, и в том смысле даже историческое, потому что они познакомятся с этим мероприятием. Августина Охременко, Николай Епифанов, События. Воспорожье Реклубера Ольга sendo 돼 Корректор А.Кулакова Хорошо Продолжение следует...